В эфире телеканал Мавруиск 360. Итоги недели. С вами Мария Бересневич. Здравствуйте. Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. И вот о чем расскажем сегодня. Рентген нового поколения. Будем заниматься лечением пациентов с амблитерирующим атеросклерозом сосудов. В больнице скорой медицинской помощи перерезали красную ленту ангиографического комплекса. С праздником, мама! Международный женский день празднует сегодня в каждом доме. Каким 2019-й был для Бобруйска? Хорошая, качественная продукция. Вкусная, востребованная. Так держать. В городе масштабно подвели социально-экономические итоги. В чем секрет семейной жизни? Пара из Бобруйска готовится встретить золотую свадьбу. Также в итогах недели. Хроники коронавируса в Беларуси. Сколько заболевших и почему не стоит паниковать? И без них мир был бы другим. Новый проект журнала «Тайм» рассказывает о женщинах, изменивших историю. Перерезали красную ленту. Теперь жители Бобруйска смогут диагностировать сердечно-сосудистые заболевания, не выезжая в Могилев. В больнице имени Марзона накануне открыли ангиографический комплекс. Уникальный аппарат выявляет риски инфаркта и инсульта. Его еще называют рентгеном нового поколения. О доступной медицине смотрите прямо сейчас. Этого момента в Бобруйске ждали давно. Ведь ангиографический комплекс открывает новые возможности для лечения горожан. Во всем мире растущая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний остается проблемой номер один. Мощным средством для спасения жизни стали современные технологии, которым с полным правом можно отнести ангиографию рентген нового поколения. Это очень важное оборудование, которое будет обслуживать население города Бобруйска и пяти прилегающих районов. Это отделение будет межрайонным. И если раньше пациентов с тяжелой сосудистой патологией доставляли в город Могилев, то на сегодняшний день есть возможность проводить исследования и проводить лечение уже у нас в городе Бобруйске. Диагностическое исследование сосудов, сердца атеросклеротического поражения артерий и других патологий позволяет специалистам мешаться на ранней стадии развития болезни, чтобы предотвратить операции. Своевременно поставят такие диагнозы, как инфаркт миокарда, ишемическую болезнь и врожденные пороки сердца. Для больницы скорой медицинской помощи, где сегодня два кардиологических отделения, такое оборудование больше, чем актуально. Только пациентов с острым коронарным синдромом за год было более 700. Будем заниматься лечением пациентов с амблитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей. Это поражение артерии и почек, это поражение брахенцефальных сосудов. Весь персонал ангиографического кабинета готов со следующей недели принять первого пациента для проведения исследований и лечения. Сегодня уже двое врачей-хирургов больницы имени Марзона обучены столько же на подходе. Комплекс стоимостью 1 411 000 белорусских рублей – это не только шанс для жизни пациентов, но и комфортное условие для самих специалистов, продуманное до мелочей. Отличная оптическая способность и разрешение экранов в 4 раза больше, чем у другого оборудования, позволяет визуализировать все анатомические особенности коронарного русла человека. Плюс архивное хранение снимков и другой информации дают возможность проследить динамику развития болезней и лечения. Если мы уже говорим о лечении, о стентировании сосудов, то это позволяет во многом, в первую очередь, сохранить жизнь пациенту и во многих даже случаях, собственно говоря, и излечить его полностью, и вернуть к труду социально адаптированного человека. Будет ввестись в специальный регистр, в котором будут зафиксированы те лица, которые необходимо выполнить, которые есть показания для выполнения данного вида исследований. И в течение определенного времени будут реализовываться данные исследования. Открывать знаковые объекты в день подведения итогов за год в Бобруйске стало уже доброй традицией. Современный комплекс станет одним из кирпичиков фундамента 2020-го. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Продолжение темы. Производили, строили, продавали и зарабатывали. Спустя несколько часов после открытия ангиографа Бобруйск подвел итоги социально-экономического развития за прошлый год. Реальные цифры озвучили на традиционном хозоактиве, где собрались почетные гости и представители организаций. Кому достались переходящие знамена, покажем прямо сейчас. Вход исключительно по пригласительным. В списке десятки высоких гостей, руководителей предприятий и учреждений города, представители общественных организаций, именитые спортсмены и журналисты предваряла торжественную церемонию масштабная выставка. Мы сделали вот такие вот сувенирчики, подарки. Там внутри находится чай, и мы можем их дарить прохожим и делегациям. Это была наша общая идея, и мы решили дарить это гостям от Берсе. Себя презентовали как промышленные гиганты, так и учебные заведения. Ведь какие результаты без демонстрации достижений. В большой экспозиции центры творчества показали таланты от изобразительного и декоративного прикладного искусства до инновационных разработок. А студотряды строительного колледжа даже воссоздали макет одного из домов. На нашей выставке представлены макеты, геодезический макет, без чего не может начаться стройка. Сначала мы проводим расчеты, вычисления, а потом мы начинаем уже строительство. Это все было сделано руками детей, и они вкладывали свой труд путем своих знаний и умений. Увидеть достижения города на Березине приехали и известные личности. Например, глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина. Уроженка и почетный гражданин Бобруйска призналась, на малой родине бывает хоть и не часто, но все-таки отношение к городу детства трепетное. Вы знаете, город Бобруйск всегда хорош. Сегодня, конечно, не весенний день, но особенно хороший летом. Но я думаю, что Бобруйск нормально развивается. Очень приятно, что сегодня состоялась презентация очень важного проекта в лечебном учреждении. Это говорит о том, что в городе работают, лечат, растят детей. И сегодняшняя выставка вот здесь всех достижений это показывает. Хорошая, качественная продукция, вкусная, востребованная. Так держать. Лазерное шоу, фанфары и счастливые лица людей. Среди ВИП-гостей также руководство облсполкома, депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси, ветераны войны и знаменитые артисты. В подарок родному городу и новая песня от Руслана Олехнов. Многое из того, что было сделано в прошлом году, заслуживает восхищения. Жители на славу потрудились на благо нашего края. Подтверждений тому множество. Доблестный труд заводчан, вклад врачей и учителей, победы спортсменов и творческих дарований. Телеканал «Бобруйск-360» воссоздал картину развития города. Динамика, реальные цифры и яркие моменты 2019-го прямо сейчас. О том, что «Бобруйск» – город для жизни, не понаслышке знают не то, чтобы сами жители, а все белорусы. Именно здесь рождаются олимпийские чемпионы, создаются известные на всех континентах бренды и сплетаются воедино нити культуры народов всего мира. Казалось бы, маленькая точка на карте, но такая большая фигура в жизни всей страны. 2019-й войдет в историю города как год, богатый на события и достижения. Сразу несколько промгигантов «Бобруйска» отмечают солидные юбилеи. «Фандок» празднует 90-летие. В честь круглой даты завод преподносит себе и всему городу подарок – торгово-выставочный центр. В нем представлена вся линейка мебели и, что самое главное, из экологически чистых материалов. Тем временем «Бобруйск-агромашу» исполняется вдвое меньше. За эти годы промышленный гигант испытывает и взлеты, и падения. Однако сегодня это одно из крупнейших предприятий машиностроительной отрасли города, области и страны, которая производит знаменитую на весь мир сельскохозяйственную технику. А это более 80 наименований агромашин и приспособлений. В день рождения города, 29 июня, свои двери распахивают два новых объекта. На Комсомольской 30 открывается современное здание БТИ. Это порядка 3000 квадратных метров комфортных кабинетов и залов ожидания. По адресу Бахарова, 145, перерезают красную ленту логистического центра «Красного пищевика». Помещение площадью в 2300 квадратных метров и высотой почти в 7 этажей вмещает в себя продукцию в объеме 1600 тонн. Причем не только собственного производства, но и коммунарки, Слодыча и Спартака. Отсюда готовые изделия отправляются в розничную сеть по регионам Беларуси и России. К слову о географии поставок, в 2019-м продукция с лейблом «Made in Babruisk» экспортируется в 74 страны мира. Открываются границы 28 новых перспективных государств, в их числе и Ордания, Объединенные Арабские Эмираты, Босния и Герцеговина, Исландия и Йемен. Возрастают поставки в страны Европейского Союза. В частности, это Литва, Нидерланды, Польша, Болгария, Германия и Румыния. Возвращаются наши шины, малогабаритные тракторы, сельхозмашинные механизмы, центробежные насосы, мебель, изделия из древесины и продукты питания. В числе лидирующих создателей брендов – «Бобруйск Агромаш», «Лехпромразвитие», «Бобруйский Бровар», «Фандок» и «Славянка», «Бобруйский машиностроительный завод». Город делает скачок и в экспорте услуг. Плюс 50% к показателю 2018-го. В рейтинге самых топовых – транспортные, строительные и туристические. Развивается малый и средний бизнес. На 1 января 2020-го в городе фиксируют 1425 таких организаций и более 5300 индивидуальных предпринимателей. А это, как известно, новые рабочие места и больше возможностей для самих жителей города. За год на новые вакансии трудоустраивают свыше тысячи человек. При этом уровень безработицы падает, становится меньше, чем в 2018-м. Создание новых предприятий производств, строительство и реконструкция объектов, инфраструктуры открывают новые перспективы для развития экономики. В течение прошлого года в основной капитал из различных источников финансирования на реализацию инвестиционных проектов направляет 187 миллионов рублей. 2019-й богат на события, открытия и сенсации в социальной сфере. В городе начинают работу ультрасовременные медицинские кабинеты, вручают ключи от новеньких квартир многодетным семьям и создают все условия для достойного образования детей. Именно в Бобруйске первой в области появляется долгожданный STEM-центр в третьей гимназии. Инновационный класс открывает школьникам мир технологий. Не проходит полгода, как юные айтишники показывают впечатляющий результат в робототехнике, программировании и 3D-моделировании. Дети Бобруйска создают умные машины, полезные приложения и развивающие компьютерные игры, которые известны далеко за пределами города. Год стал насыщенным и в медицинской сфере. На базе центральной больницы и онкодиспансера открываются современные кабинеты. Медтехника пополняется аппаратами МРТ, компьютерной томографии, мамографом. А это дает не только больше возможностей для самих специалистов, но и, главное, экономит каждую секунду, которая бесценна в экстренных ситуациях, когда речь идет о здоровье и жизни граждан. Немало делается и в информатизации отрасли. Закуплены компьютеры и специальные программы, которые позволяют минимизировать время обслуживания пациентов и облегчить работу медиков. Эти 365 дней становятся плодотворными и для строителей. Главной для них площадкой остается микрорайон номер 7. Большая часть новоселов – семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, сироты и многодетные, те, кто строится с господдержкой. На просторах Бобруйска за год возводят без малого 66 300 квадратных метров жилья. Это частные дома и 15 многоэтажек. Кроме того, в декабре вводят в эксплуатацию коттедж общей площадью 246 квадратных метров для семьи, которая воспитывает детей-сирот. Плюс ко всему, 223 многодетных семьи въезжают в 253 новенькие квартиры. Между тем, самым топовым по-прежнему остается строительство двух социальных объектов. Это дошкольные учреждения в 7-м микрорайоне и реконструкция детской больницы. Если говорить о малышах, то по плану детсад, который рассчитан на 240 мест, распахнет свои двери к концу 2020-го. Ну а самый обсуждаемый объект – детская больница примет маленьких пациентов уже летом нынешнего года. 2019-й насыщенный на победы и для наших самбистов, борцов и грибцов. Вот и главный старт сезона – вторые европейские игры пополняют городскую копилку наград пятью медалями. Столько же наших спортсменов выполнили квалификационные нормативы для участия в летних Олимпийских играх 2020 в Токио. 19-й Бобруйск запоминает и благодаря клубу «Белшина», который спустя три года возвращается в элиту белорусского футбола. Главным культурным событием лета становится 15-й юбилейный фестиваль народного творчества «Венок дружбы». Грузия и Литва, Куба и Корея, Россия и Молдова. В списке участников больше десятка стран. Многообразие самобытных культур на протяжении нескольких дней артисты презентуют как на сцене ледовой арены, так и на площадках города. В августе Бобруйск открывает для себя и новую архитектурную жемчужину. Еврейский дворик или музей под открытым небом по достоинству оценивают не только жители города, но и приезжие. Бобруйск Бобруйск – точка притяжения туристов, малая родина известных артистов и площадка для развития перспективной молодежи. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Ведь здесь есть все для того, чтобы жить, творить и любить. Прошлый год задал вполне высокую планку и останавливаться на достигнутом никто не собирается. В году наступившем перед Бобруйском стоят серьезные и амбициозные, но вполне выполнимые задачи. Проект, который также социально направленный – это реконструкция детской больницы. Планируем мы его тоже открыть на день города. Практически все работы уже там подходят к завершению. Но, тем не менее, есть еще над чем работать, потому что это, в первую очередь, медицинское оборудование, которое важно. Ну и, конечно, самое главное, мы планируем сегодня те задачи, которые уже для себя поставили. Это выйти на тысячу рублей по заработной плате – это задача номер один, даже, скажу, больше для города. Ну и выполнение социально значимых проектов и вопросов, которые мы себе наметили уже на этот год. Традиционная часть подведения итогов года – поощрение тех, кто смог добиться выдающихся результатов в работе. Высокого звания удостоились 40 организаций, учреждений и предприятий. Первые места, переходящие знамены, дипломы и денежные премии получили Бобруйск-Агромаш, завод КПД, водоканал, центральная больница, универсал Бобруйск, регион-продукт и филиал «Доброном». Уже после всех награждений самые лучшие творческие коллективы преподнесли гостям концертные номера. С главной сцены звучали песни с акцентом на победу, поздравления женщинам и, главное, слова любви к Бобруйску. Но 2019-й уже вошел в историю города. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Каковы причины взрывов на салюте в День независимости? Когда в Беларуси стартует ЦТ и стоит ли менять резину? Сейчас коротко о главном за неделю. По информации Минздрава, в Беларуси коронавирус обнаружен у шести человек. Все они чувствуют себя удовлетворительно. О том, что в Беларуси зарегистрирован первый завозной случай новой болезни, ведомство проинформировало 28 февраля. Вирус был обнаружен у иранского студента Бенту. Обучение в УЗИ было организовано по индивидуальным графикам. Однако уже на следующей неделе учреждение образования сможет вернуться к обычному режиму работы. Минздрав продолжает санитарно-эпидемиологические мероприятия. Сейчас под медицинским наблюдением находится 1322 человека. Все они прибыли из эпидемиологически неблагоприятных районов. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о взрывах салютных установок в День независимости. Обвинение предъявлено трем фигурантам. Это двое россиян-поставщиков и командир роты Минской военной комендатуры. Установлено, что подозреваемые обрезали заряды и силы вставляли в стволы. Из 480 фейерверков почти 200 были с дефектами. ЧП, напомним, произошло во время праздничного салюта в День независимости. Погибла одна женщина. Еще 11 человек получили травмы. В то же время ущерб следствие оценило на сумму свыше 740 тысяч рублей. Материалы уголовного дела переданы в прокурору для направления в суд. С наступлением календарной весны в Беларуси закончился трехмесячный период, когда все машины обязательно должны передвигаться на зимней резине. Владельцы авто могут отправляться на шиномонтаж, чтобы переобуться. Но спешить не стоит. Во-первых, в избежание возможных очередей на СТО. Во-вторых, эксперты рекомендуют переходить на летнюю резину после того, как температуру устойчиво будет держаться выше 8 градусов. Минобразование Беларуси утвердило даты проведения централизованного тестирования в 2020. Старт будет дан 13 июня. Традиционно первым будут сдавать белорусский язык. 15 июня свои знания смогут проверить те, кто выбрал для сдачи русский. ЦТ по обществоведению пройдет 17 июня. Тест по математике – 19. Проверить себя в биологии абитуриенты смогут 21 июня. Тестирование по иностранным языкам запланировано на 23 число. Химия – на 25, физика – на 27. Показать свои знания в истории Беларуси можно будет 29 июня. А экзамен по географии и всемирной истории состоится 1 и 4 июля соответственно. Резервные дни намечены на 8, 10 и 12 июля. Напомним, время начала испытаний – 11.00. Получить сертификаты можно будет в пунктах проведения с 12 июля. На календаре 8 марта, а значит пришло самое время поздравлять любимых дам. Уже с первого дня весны в адрес женщин звучат признания и теплые слова. В концертном зале областного театра драмы и комедии на неделе царила по-настоящему праздничная атмосфера. Звездное небо из фонариков смартфонов, море улыбок и счастливые лица прекрасной половины человечества. Настоящий праздник подготовили организаторы концерта – Бабруйскогромаш и завод тракторных деталей и агрегатов. Поздравить сотрудник с предприятий приехали Руслан Олехно, группа Тяни Толкая, Двига Поплавская и Етолька. Дорогие женщины, девушки, бабушки, от всей души хотим вас поздравить с 8 марта. С этим праздником весны будьте всегда на позитиве, улыбайтесь и радуйте нас вторых половинок. Дорогие наши жительницы города Бабруйска, милые женщины, от всего сердца, от всей души я поздравляю вас с днем весны, с вашим праздником, с праздником 8 марта. И от всего сердца я желаю вам, чтобы у каждой из вас в сердце всегда было солнце, царила любовь, гармония и хорошее настроение. С праздником вас! Всех самых милых, нежных, очаровательных бобруйчанок с 8 марта, с наступившей весной. И, конечно, хочется пожелать, чтобы и в душе, и в сердце, и во всех домах было светло, тепло, радостно от того, что пришла весна, от этого праздника, который всегда несет так много хорошего и радостного. Всех жительниц славного города Бабруйска поздравляем с весенним праздником 8 марта. Это красивый день, поэтому его нужно проживать красиво. Принимайте подарки, принимайте поздравления, будьте счастливы. И, естественно, я как мужчина хочу пожелать милым дамам ежечасного, ежеминутного, ежесекундного ощущения счастья. А я добавлю, не только счастья, но и любви. И, девчонки, помните, мы с вами самые красивые, самые лучшие, самые успешные. Поэтому побольше вам морей, побольше путешествий, побольше выходных. В общем, худеть во сне и быть счастливыми. С праздником! С праздником! Эти дети не понаслышке знают, как важно, когда мама рядом. В преддверии Международного женского дня съемочная группа Бабруйск-360 посетила сразу два детских дома семейного типа. С секретами своих праздников поделились Парфеновы и Солодки, которые воспитывают не только родных детей, но и приемных Мария Бушкевич о мамах с большой буквы. 8 марта – повод поздравить своих матерей, сказать им теплые слова и освободить от домашней работы. В детских домах семейного типа слово «мама» имеет гораздо большее значение. О семье Парфеновых наверняка слышал, если не каждый первый, то каждый второй бы бручанин. Совсем недавно они переехали в новый уютный дом, подаренный от областного и городского исполнительных комитетов. Здесь воспитывают сразу десятерых детей, а это шестеро приемных и четверо своих. Какие подарки для своей мамы вы готовите на 8 марта? Я готовлю рисунок. Я подготовлю открытку. Я тоже рисунок. Я подготовлю сувенир со своими руками. А что бы вы хотели пожелать своей маме на 8 марта? Много улыбки и здоровья, чтобы у нее в этот день исполнились все ее желания, чтобы все было прекрасно в этот день. Здоровья, улыбки, чтобы она никогда не болела. Чтобы мама никогда не болела и всегда улыбалась. Удачи, любви, везения и побольше терпения. Как и в любой семье, в доме Парфеновых есть свои традиции отмечать все торжества в кругу близких. Для детей каждый праздник – долгожданное событие, которое, конечно, было бы невозможно без участия мамы. И когда она рядом, ребенок перестает быть сиротой. Праздник мы обычно празднуем со своими домашними пирогами, тортами. Дети очень любят, когда у нас в доме намечаются любые праздники. За чашкой чая в этот момент обсуждаем, делимся вот этим всем позитивом друг с другом, поздравляем друг друга. Вот как-то так у нас в семье принято это. В ответ на подаренную им любовь и заботу, ребята приготовили много теплых слов и пожеланий для поздравления мамы. А кто-то даже сочинил стихи. В марте есть такой денек с цифрой словно кренделек. Кто, ребята, из вас знает цифры, что обозначает? Дети хором скажут нам – это праздник наших мам. Не расточая лишних слов, хочу поздравить с 8 марта. Всех благ, улыбок и забот. Пусть у тебя будет все прекрасно. В этот день 8 марта мы желаем вам добра, и цветов охапку, и весеннего тепла, много радости, здоровья, быть счастливой всегда, чтоб счастливая улыбка не сходила с лица. Не откладывая в долгий ящик, еще до ухода съемочной группы младшие принялись готовить рисунки для мамы. Отмечать праздники большой дружной семьей, собираться за одним столом – такая традиция есть и учиты солодких. В стенах этого дома подрастает сразу 13 детей, 11 из которых приемные. Дом семейного типа пара основала в 2006 году. За это время они прошли многие трудности, но не опустили руки, ведь главная задача – счастливые улыбки малышей. Вот уже почти 14 лет их двери открыты не только для новых членов семьи, когда-то оставленных мальчиков и девочек, но и для гостей. Однажды дети решили, так как мы всегда дома и редко куда-то выходим, они организовали для нас ресторан. Для нас это было полной неожиданностью. Они дали нам меню, которое мы прочитали, приняли заказ, все это приносили, сами приготовили. Когда они это готовили, я не знаю, но это была красивая музыка. Они за нами ухаживали, обслуживали, это было очень здорово. Действительно, как будто мы побывали в ресторане. Тяжелый труд быть мамой, тем более не одного, а сразу 13 детей. Поэтому для хозяйки этого дома особенно важно получать внимание в этот день. Поздравлениями в стихах и теплыми словами в адрес самого близкого человека на свете поделились воспитанники семьи Солодких. Мама, я тебе желаю, чтобы ты была такой, какой тебя всю жизнь я знаю, любимой, ласковой, родной. Если мамы дома нет, очень-очень грустно. Если мамы дома нет, то обед невкусный. Если мамы рядом нет, холодно в квартире. Если мамы близко нет, плохо в целом мире. Если мама далеко, очень детям нелегко. Я скажу вам прямо, берегите маму. Дорогая мама, поздравляю тебя с этим чудесным женским праздником. Желаю крепкого здоровья и искреннего счастья. Я люблю тебя. Мария Бушкевич, Максим Галеонко. Итоги недели. Сравнили ожидания и реальность. Наши корреспонденты спросили у женщин, что бы они хотели получить на 8 марта. И узнали у мужчин, что они подарят. Смотрите, что получилось. Конечно же, внимание своего любимого мужчины, которого у меня не так очень много. Но я думаю, что это будет еще шикарный букет цветов. И подарок, который я уже попросила, он уже куплен. Самый неожиданный подарок? Я не знаю, я так сходу не вспомню. Наверное, первый шикарный букет роста на самом деле. Потому что такие шикарные розы были только у нас 13 лет назад. И все, 13 лет назад. Крич подруга, ее поздравлю. Куплю букет цветов, которые она любит. И приглашу на ужин. Цветами. Женщин только цветами. Да я уже получила. Да. Нитки. Я люблю вязать, поэтому муж сделал подарок. Все подарки неожиданные. Все интересные. Муж старается. Главное скрыть до 8 марта. И не проговориться о том, что приобрел на подарок жене. Ну, если честно, я еще пока не придумал. Ну, что-то цветы, наверное, какой-то маленький презент. Классическим методом, как можно поздравить. Супругу, мать, дочь. Дочь сладкое что-нибудь. Мечтаю. И уют-уют полнейше навести в квартире. И цветов, цветов. Много цветов. От любимых, родных, близких людей. Сюрприз, наверное, будет. Цветы еще, конечно. Красивая упаковка. Ну, еще что-нибудь. Торт, само собой. Я мечтаю, чтобы поскорее коронавирус улетел. Ну, посвоясь. И чтобы люди не болели. И чтобы все было здорово и замечательно. У всех его. Во всех семьях. Как и любая каждая женщина, о внимании, любви, добром отношении. Ничего-нибудь сладенького и чего-нибудь красивенького. Я надеюсь на инициативу и фантазии своего мужчины. Жену поздравлю, наверное, цветами. Майя тоже цветами. Вот. Сотрудниц любимых. С какими-то поощрениями тоже, соответственно, цветами. Купили маме подарок. Будем поздравлять с братом и с папой. Потому что праздник важный. И нужно поздравить обидательно. Желаю всем на 8 марта, чтобы они расцвели, как букет тюльпанов, роз. Чтобы у них в личной жизни было все супер, прекрасно. Побольше денег, хороших отношений. Желаем им здоровья, счастья, удачи, благополучия и еще раз здоровья. Поздравляю любимой женщины и все, кто меня знает. С праздником 8 марта желаю вам здоровья. Всегда, чтобы вы были счастливы, красивы. Всех девушек, всех женщин. С наступающим праздником весны, с днем 8 марта всех женщин. Ну, конечно, красоты, здоровья и любви побольше. Всего самого хорошего. В преддверии 8 марта и сам праздник 8 марта хотелось бы поздравить всех девочек, женщин, мам, бабушек с этим замечательным праздником. Пожелать счастья, здоровья, успехов в их труде, а также здоровья их детям и всем-всем-всем близким, чтобы радовали свою прекрасную половину. Что нужно знать о фестивале красок Холи, как изменится туризм в Египте и какая опасность грозит планете из космоса? Подробности в мировом дайджесте. Египет ввозит новые визы для туристов. Изменения вступят в силы с июня. Документы можно будет оформить через консульство страны или на специальном портале. Визы будут многократными на 5 лет. Находиться в стране позволят лишь до 90 дней. В самые жаркие летние месяцы туристам, которые прибывают в аэропорты Луксора и Асуана, будет предоставлена скидка 10 долларов. К Земле приближается потенциально опасный астероид. Об этом сообщили в НАСА. Ученые активно наблюдают за космическим объектом и уже определили его размер. Более 4 километров в диаметре. По подсчетам астрономов, астероид приблизится к планете 29 апреля. Его оценивают как потенциально опасный околоземный объект. Траектория движения астероида пересекает орбиту планеты, однако шансы на столкновение в настоящее время минимальны. Жители Индии встретили весну традиционным праздником Холли. В стране развесили разноцветные украшения, провели символические обряды и шествия с народными песнями и танцами. Люди осыпали друг друга цветными порошками и обливали водой. Важно, что традиционно в гуляниях участвуют все жители Индии. Независимо от классовой, возрастной или половой принадлежности. Журнал «Тайм» решил исправить несправедливость и показал, как бы выглядели обложки выпусков, если бы название «Человек года» наравне с мужчинами могли претендовать женщины. Поначалу эта номинация называлась «Мужчина года», и лишь в 1999-м ее переименовали в «Человек года». В итоговом списке проекта «Тайм» 100 женщин года политики, писательницы, модельеры, монарши-особы, активистки и звезды. Первыми героинями стали суфражистки, участницы движения за предоставление женщинам избирательных прав. Среди героинь также модельер Коко Шанель, певицы Оретта Франклин и Бейонсе, принцесса Диана и Елизавета II, писательница Джоан Роулинг, первая женщина-пилот Амелия Эрхард, Мэрлин Монро и мексиканская художница Фриде Кало. Необычные истории любви обычной пары из Бавруйска. В свои солидные годы они все еще полны чувств друг другу и сегодня празднуют золотую свадьбу. Супруги прожили рука об руку 50 лет. Секретом крепких отношений они поделились с Анастасией Шевцовой. Как кого встретишь? А где половина? Да, да. Они же все знают, что мы двое. Да, мы всегда везде ходили вместе, по жизни всегда. Даже спустя эти многие годы Сергей и Людмила Бобриковой все еще полны чувств друг другу. Супруге уже 50 лет. Рука об руку проходит через все невзгоды. Познакомились в далеком 68-м. Тогда оба не могли даже представить, как в дальнейшем сложится жизнь. В молодости Сергей Николаевич был настоящим джентльменом, рассказывает супруга. Всегда носил тяжелые сумки и при этом не забывал подать руку даме сердца. Теперь же наоборот. У мужчины проблемы с ногами, но Людмила Михайловна всегда на страже. Всегда берегу. Вот он даже сам мне говорит, если бы не ты, я бы уже давно убер. Потому что он... Он тоже... Если меня дома нет, вы знаете, он даже не сядет покушать без меня. Он меня ждет, пока я приду. Вот, всегда ждет. Я плохо без него себя чувствую. Если я куда-то выхожу, мне вот как-то я чувствую, что мне чего-то не хватает. Вот даже если вот он часто лежит в больнице, я просыпаюсь от того, что кто-то дышит рядом на кровати. Я слышу дыхание. Это о чем говорит? Это говорит, что уже мы как-то друг с другом вообще связаны всегда. Сегодня, 8 марта, Бобриковы празднуют золотую свадьбу. Людмила Михайловна рассказывает, расписались они 7 числа, в субботу. Но регистратор решила преподнести молодым свадебный подарок и предложила записать в свидетельство дату международного женского дня. Сейчас, сидя на диване рядом, вспоминая эти счастливые годы, проведенные вместе, Людмила Михайловна убеждается еще раз, с мужем ей очень сильно повезло. В крепких отношениях, считают оба, важны три составляющих – уважение, доверие и, главное, любовь. Избегать нужно всегда какой-то ревности, недопонимания. Всегда нужно как-то понять, подойти, поговорить. В разговоре же все выяснится, правда? Будучи на пенсии, супруги не смогли сидеть дома и нашли хобби, увлекшее их на долгое время. Мы вечная нежность друг друга, мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Творчеством интересовались всегда. К примеру, Сергей Николаевич пишет стихи и, по словам супруги, обладает отличными вокальными данными. Самой же Людмиле Михайловне пение тоже не чуждо. Обоюдно решили записаться в хор. Так и пролетели 22 года, отданных любимому делу. Бок о бок, рука об руку, воспевая любовь друг к другу в романсах. Анастасия Шевцова, Максим Галеонко, Владимир Гребеневич. Итоги недели. Телеканал «Бобруск-360» и я, Мария Бересневич, присоединяемся ко всем поздравлениям. Мы желаем прекрасным женщинам быть счастливыми и всегда любимыми. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Увидимся в следующее воскресенье ровно в 20.30. До встречи и хорошей рабочей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова